Группа Pena New Winds, одуванчиковое вино, она была создана в 2005 году, а вот так вот громко заявила о себя на национальном конкурсе Евровидения. Откуда взялось название? Ну, это такая долгая история. Мы первые два года, мы не выступали вообще, мы сидели у нас на репетиционке, сочиняли новые песни, пытались каким-то образом разработать программу. Ну, а так как всем было интересно, в принципе, чем же мы занимаемся, к нам на репетиции очень часто приходили наши друзья, и в один из таких дней они послушали, что мы играем, и просто предложили взять такое название, потому что ощущения, которые у них создавались во время прослушивания, они были очень схожи ощущениям после прочтения книги Рея Брэдбери «Виной задуванчиков». Участие в Евровидении — это хороший опыт? В других конкурсах участвовали? Да, участвовали в других конкурсах, но этот конкурс абсолютно другой по формату, то есть такой формат, как Евровидение, для нас это был абсолютно новый какой-то опыт, то есть это была абсолютно новая вещь, потому что мы вообще работаем немножко в другом формате, у нас больше джаз, фанк, такая немножко более андерграундная музыка, в которой элемент шоу отсутствует как таковой. А все-таки Евровидение — это такой формат, в котором важно не только то, что ты играешь, а важно при этом, как ты выглядишь, как ты двигаешься, во что ты одет, какая у тебя прическа и тому подобное. И для нас это было абсолютно новое, абсолютно непривычно и очень полезно. А из андерграунда выходить не планируете после Евровидения? Ну как, мы вообще всегда планировали не оставаться только в одной какой-то нише, потому что после разговора с очень многими слушателями мы пришли к такому выводу, что та музыка, которую мы играем, она не подходит в принципе ни под какой формат, потому что чистым андерграундом нас назвать тоже нельзя, потому что все-таки там такие джазовые мотивы, фанковые, люди могут под это танцевать, люди могут это слушать, и в основном у нас концерты такие, когда люди приходят и слушают, а потом уже смотрят. Да. Но да, конечно, хотелось бы вылезти наконец-то из той ниши, которую мы занимаем сейчас, и начать покорять вселенные. А вы остались довольны выступлением? Вы заняли почетное третье место. Да, конечно, я очень вообще счастлива была этому третьему месту, я даже не ожидала, что мы пройдем в этот суперфинал, потому что нас никто не знает. Мы для широкой аудитории, мы неизвестный такой элемент, да, у нас не было никакой материальной поддержки, кроме того, чем нам помогали друзья, то есть все костюмы, которые у нас были, нам помогала наша подруга-дизайнер, прическу тоже помогал наш хороший друг-парикмахер, и мейкап тоже делала наша хорошая подруга. То есть абсолютно без спонсора? Абсолютно, да, у нас вообще не было ни одного спонсора, никакой абсолютно поддержки в медиа, то есть вообще ничего. Все остальные участники, они, ну как бы у них у всех есть там менеджеры какие-то, за ними за всеми стоят какие-то продюсерские конторы, за нами нет вообще ничего. Поэтому то, что мы вообще продвинулись так далеко, для меня это очень большая победа, то есть я не считаю, что мы заняли там место ниже первого, я считаю, что мы победили. А на вашу команду никто глаз не положил, а после Евровидения? Ну мне кажется, рано еще судить, потому что сейчас пока что Мюзик находится больше в топе, потому что они все-таки едут, да, это более значимое такое событие. Ну я думаю, что чуть-чуть, когда уляжутся, может быть что-то, ну количество фанатов на социальных сетях у нас увеличилось, да. У вас такой, я бы сказал, негритянский голос, а откуда это? Загадка для меня на самом деле. То есть мне, многие люди говорили, что от меня отдает вот этим вот такой, ну, черной аурой, да, такой, ну в хорошем смысле слова. Я правда, я, во-первых, со стороны этого не слышу, потому что, ну, потому что я себя со стороны не слышу, и все, что я слышу в записях, я как бы не оцениваю там свой голос с позиции того, как он звучит, как он может звучать для кого-то, там, кого он напоминает, поэтому я, правда, я не знаю, что вам ответить на этот вопрос. А кто пишет песни? Мы на пару с гитаристом, он пишет в основном гармонии и иногда мелодии, я пишу мелодии и тексты. А они приходят вот так спонтанно, или вы сидите, а давай вот сегодня напишем песню, дынг-дынг-дынг, о, вот одуванчик-одуванчик. Или как это происходит? Нет, в основном, конечно, спонтанно, потому что это такой процесс, который нельзя никаким образом подстегнуть, да, это если у тебя есть вдохновение, у тебя там что-то придумывается, если нету, то как бы ничего не придумывается. Но как бы работать тоже надо, то есть если есть какая-то идея, то мы, да, сидим часами над этой идеей, как-то ее пытаемся развить уже, ну, дальше продолжать работать. Но первая, это сама идея, она как бы появляется всегда спонтанно. Аранжировки все то же сами делаете? То же сами, да. А музыка — это единственное ваше призвание и работа? Призвание, я бы сказала, что да. Или это не призвание? Это, ну как, ну я думаю, что призвание, ну то есть если смотреть на музыку с позиции того, чем бы я хотела заниматься всю свою жизнь и что мне приносит наивысшее удовольствие, то да. А работа, нет, это не единственная моя работа, я работаю на обыкновенной работе тоже. Ну что ж, я желаю вам удачи в вашей творческой жизни. Спасибо. И всяческих вам побед. Спасибо. На этом у меня все. Следующий выпуск новостей выйдет в 9 часов утра.